Всем привет дорогие друзья с прошедшими новогодними праздниками. Вы на канале про ехать и сегодня у нас АХА. Крупнейший научно-развлекательный центр в Прибалтике, открытый в 1997 году Тартусским университетом. Находится он в городе Тарту в южной части Эстонии. АХА это не аббревиатура, а восклицание и торжество. АГА. АГА это значит мы узнали что-то новое. Это удивительный, увлекательный музей, в котором точно не будет скучно, потому что в нем можно. Все трогать, крутить и нажимать, по принципу попробуй сам. Участвовать в экспериментах, узнавать химию, физику и другие науки, играя. На музей стоит выделить целый день. Экспозиция там настолько огромная и интересная, что зайдя утром мы не заметили как наступил вечер. В Тарту помимо музея можно посетить очень интересный национальный музей, красивейший домский собор, музей игрушек и другие достопримечательности. Наиболее интересный на наш взгляд я нанесла на карту с маршрутом. Ссылку на нее можно посмотреть в описании. А сейчас немного о цифрах. Так как у нас семья из пяти человек, во всех музеях Латвии и Эстонии мы брали семейный билет. В него входит двое взрослых и все дети. Если в вашей семье все дети дошкольники, выгоднее брать просто билеты для взрослых, так как дошкольники посещают музей бесплатно. Кстати, при покупке билетов в музей вам предоставляется скидка 20% на посещение аквапарка, который находится в непосредственной близости от музея. В течение того же дня, когда вы посещаете музей и наоборот. А вообще, всю информацию и тарифы лучше посмотреть на сайте музея. Он на русском языке и там все актуально и детально расписано. Это поможет вам заранее сориентироваться в тарифах и не переплатить, как это сделали мы. Также там можно найти расписание мастер-классов, представление в планетарии, обратить внимание, что есть ограничения по возрасту и, конечно, купить билеты онлайн. Если вы приехали на машине, как мы, то ее можно припарковать на бесплатной подземной стоянке под музей. Экспозиция АХ занимает более 3000 квадратных метров пространства и распределены по трем большим залам и нескольким площадкам поменьше. Самый большой зал называется зал технологий и он же, на наш взгляд, является самым интересным музеем. Здесь можно попробовать покататься на велосипеде по натянутому воздухе тросу. Вроде точно знаешь, что это должно быть безопасно, но все равно очень страшно. Велосипед сбалансирован, даже если его раскачать, он не упадет. Страшно, страшно, да? Ну давай. Я не хочу. Давай, в путь. Он пипец какой страшный. Крути педали. Педали крути, а то упадешь. Давайте. Ничего. Короче, у меня очень маленький вес, для того, чтобы его оттолкнуть. Я назад ехала. Под куполом этого зала расположилась сфера Хабермана, которая расширяется и сжимается. И вы можете управлять этим процессом, если встать на специальную площадку внизу. Но нужно набрать необходимый вес. Для этого можно вовлекать других посетителей или ставить гири, которые находятся здесь же рядом. Также в этом зале можно оказаться в тоннеле для проверки вестибулярного аппарата. У меня просто отвратный аппарат, носила как алкаша туда-сюда. Но я все равно, честно, прошла аж целых два раза. Один из них для видео. Поэтому ставь лайк этому видео, вернее, мне за мои страдания. Держись крепко, носит. Что ты двигаешься? Теряйся, за мной. В самом большом зале музея мы все время теряли костью. Потому что в нем стоит пожарная машина, в которой все светится, нажимается и ничего другого ребенку не нужно. Если только пострелять из воздушной пушки или поднять себя с помощью веревки под купол и медленно спуститься вниз. Но все равно машина – лучший аттракцион. Второй зал – зал живой природы. В его центре стоит большой формикариум, в котором живут 50 тысяч муравьев. Еще в этом зале находится инкубатор для домашней птицы. И при определенной доле везения можно понаблюдать за тем, как из яйца вылупляются птенцы. Ну и, конечно же, за самими птенцами. Отдельная часть зала живой природы – аквамир. Вот уж где детям раздолье. Надевайте плащи, сапожки и вперед покорять водную стихию. Строить водные коммуникации, стрелять из водяного ружья. Смотреть, как струя крутит и вертит пластиковый шарик. Наблюдать за цунами, проверять давление под водой на себе. Кстати, раздолье там не только детям, но и взрослым. Кроме того, тут есть большой аквариум, в котором можно увидеть коралла и фауну Красного моря. К этой же части экспозиции относится шанхайский дом, в котором сложно сохранять равновесие. Костя, не пойдешь? Давай руку. Остальная экспозиция здесь временная и меняется раз шесть месяцев. Вот что увидели мы. Смотри, они могут застывать. Смотри, как прикольно. Видишь, движется. А, нужно надавить, да? Опа, они быстрее. Медленнее. Ближе к выходу можно побыть фокусником, вернее, его помощником и проколоть на гвоздях себе что-нибудь. Даже не знаю, советовать ли вам проверять это на себе или нет. А, мне больно! Пошли, не лови! Это больно! Нифига это не приятно? Да, я! Ты хочешь лечь? Нет. Здесь же можно создать свой особенный ландшафт. Главное смотреть за мелкими, чтобы они песок не ели. Ну, а если дети дошли до того, чтобы есть песок, пора посетить кафе Ньютон при музее. С недорогими ценами, большими порциями и хорошим выбором блюд. Игровая площадка, детские стульчики и вежливое обслуживание все здесь есть. Если же вы с маленькими детьми, то в музее есть детская комната для кормления, переодевания ребенка. Здесь все есть необходимое. Посуда, микроволновка, чайник, удобные кресла. В общем, все-все-все для удобства мамы и малыша. Итак, покушали, переоделись. И после кафе время посмотреть научное представление, которое проводится по времени на разных языках. Знаете, почему дома убирать надо? Не потому, что родители злые, а потому, что пыль загорается. Вау, аж тепло. Позажигать, повзрывать, посмеяться с артистичными, но строгими ведущими. На закуску планетарий. Представление здесь тоже по расписанию. Она так ярко сияет. Полярная звезда, наверное, самая яркая. Не совсем так. Планетарий находится на крыше АХА и представляет собой огромный гигантский шар. Проектор этого планетария внесен в Книгу рекордов Гиннесса за громадное количество звезд, которые он может отобразить. Это более 5 миллионов. После планетария будет удобно посмотреть медицинские экспонаты, собрать человека, экспонаты кунсткамеры и многое другое. А также посетить научный магазин, который является самым крупным в стране. Здесь можно найти всевозможные полезные учебные материалы или просто сувенеры. Тебе нравится музей? Если вы собираетесь в АХА, то я вам уже завидую. Сдачных опытов и новых знаний. А у меня на сегодня все. Пишите комменты, ставьте лайки. До встречи на канале КРУ ЕХАТЬ. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok